Шаббат шалом! Мир вам! Благодать вам! Любовь вам! Конечно, мы знаем о себе все, и знаем, что под красивой рубахой бьется больное сердце, и душа стонет. Всякие мелкие пакости, которые никто вроде и не заметил, накапливаются, превращаются в тромбы, и благодать уже не проникает в сердце. Там начинается процесс гниения. Мы боремся, делаем вид счастливого бойца и постановим в минуты, когда рядом никого нет. Процесс гниения развивается, и мы опускаемся на дно. Тяжелые это мгновения. В них нельзя задерживаться, иначе уныние неизбежно. За ним и депрессия. И тогда тьма примет свои объятия крепко и не выпустит. И, кстати, мы инстинктивно предпринимаем меры, стараясь уйти из лап тоски. Первый шаг в этом направлении – обвинение ближних. Не так сказал, не то сказал, ты такой, ты эдакий и понарастающий. От слюней ядовитых до химического оружия. Это все одного поля ягоды. Это путь разрушения себя. Это путь смерти. Никогда человек не получит освобождение, ища причину своего разрушения в другом. Иногда такой процесс обвинения всех и всего мы совершаем под другим соусом. Мол, нельзя же к Господу подойти в неряшлем состоянии. Нужно быть чистым, достойным, безупречным. Вот мы и скоблим себя, и не достигая нужного стандарта, естественно, виним окружающих. Вот если бы не он или она, так я бы, брат ты мой. Приукрашивать себя – лукавое занятие, бесперспективное, пагубное. Оно опасно еще и потому, что, занимаясь угодничеством, подстраиваясь под стандарты окружающих людей, мы попадаем в зависимость от их мнений и суждений. А это рано или поздно приведет к унынию. Другой выход, осознав себя гнилым, – это искать помощь во мне. Возможностей немного. Точнее, возможность единственная – это Иисус Христос. Вот ему не нужно рассказывать, какие они грешные, какие они злые, как же они портят жизнь. Ему нужно только сказать – ах, я погибаю. По самые уши в грязи и вылезти мне из этой грязи невозможно. Я барахтаюсь, но в результате еще больше погружаюсь в грязь. Она уже внутрь пролезла. «Господи, помоги!» И вот тут случается чудо. Господь реально помогает. Он буквально вытаскивает из грязи и очищает и душу, и тело. Освобождает от цепких лап отчаяния. Уныние улетает прочь. И небывалая радость заполняет сердце. Возникает невероятная легкость, блаженство, счастье. А все почему? Господь наш Иисус Христос берет на себя наши немощи, ошибки, проступки. Что значит «берет на себя»? А то и значит «он не судит меня за ошибки». Он мои ошибки берет на себя. Он говорит «это я сделал, это я виновен. Я осужден на смерть крестную за этот грех и за тот, и за этот». Я, говорит Иисус, осужден, а Он свободен. И я свободен. Это супер. Я люблю Иисуса. Он все грехи мои осудил, и я свободен. Наступает истинное исцеление. И душа ликует. И сердце ликует радостно. Это шалом. Это истинный мир. Это жизнь вечная. Об этом пророк Исаия говорил очень давно. «Посему я дам ему часть между великими, и сильным будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем». Какая благодать за меня, за поганого преступника, он, святой Господь, ходатайствует, защищает меня и спасает меня. Спасибо тебе большое. Классный ты, Господь. Субтитры создавал DimaTorzok